Здравствуйте, меня зовут Рахматулина Танцулу, я родом из Елишеского района, из села Юны. В свое время, естественно, училась и в деревне, и в гимназии, это 11-13 года. Сейчас я занимаюсь реконструкцией башкирского костюма. На мне как раз костюм 17 века замужней женщины. Дело в том, что, естественно, мы занимаемся как национальными костюмами, поэтому я взяла поближе именно к своему району, к северным башкирам. Как раз вы на мне можете все это увидеть. Как минимум, это платье, если говорить по-русски рубаха, да, или пульмяк, оно было не длинным, то есть было чуть ниже колена, потому что женщины в основном тоже занимались тем, что они стояли на шлях, потому что, ну, мало ли, когда какой-то враг прибежит, может, надо предупредить. Поэтому у них это было с детства. Естественно, были штанины, потому что, мало ли, тоже некрасиво, если вы будете, скажем так, показывать свои ноги. И особенно, если ты замужняя, ты это все должен видеть только муж. Из обуви на мне сарыки. Это длинная такая обувь, которая частично состояет из кожи, частично из такого материала. Удобство в нем было то, что кожа, во-первых, натуральная, во-вторых, если, например, материал испортится, вы запросто могли материал отпороть и припишить новый. То есть он был довольно-таки универсальным. Про украшения. Зависело, например, это от достоинства и от финансов мужа. Если муж вам мог позволить, то смысл у вас были уже такие каменные или украшения. То есть представьтесь, например, на положении мужа. Он вместо того, чтобы купить себе отчетную лошадь или, не знаю, барана, он покупает жене материалы, бусины или монеты. Вот позволяет дырявить и, как говорится, прикреплять к своему украшению. И поэтому это, естественно, говорило о многом. Если муж был небогатым или не мог себе пока это позволить, девушки иногда выходили из ситуации вышивками. Но эти вышивки были не только для красоты, но и для оберегов. То есть все это, каждый символ что-то означает. Также, естественно, вот эти наплечники, нагрудники, они очень многофункциональны. Вот представьте, вы пошли на рынок, на базар, хотите что-то купить. На руках у вас есть деньги, но не хватает. Вы отсюда оторвались, то, что вам нужно заплатили. В тот момент, это сейчас, если вы монеты продверяете современно, все, действительно, как говорится. В тот момент это не играло роль. Главное, что ценность была реальная. И с дыркой принимали, и без, как говорится, как угодно. А потом уже женщина выпрашивала, например, у мужа новые монеты, и она пришивала заново. То есть такой запасной вариант был в этом плане. Да. А так, реконструкцией мы занимаемся уже довольно-таки давно, лет пять, если не ошибаюсь. Начинали здесь эфирские. Сейчас, на данный момент, у нас реконструкция очень раздевается в том плане, что мы, когда, например, не участвуем на фестивалях, не занимаемся организацией, мы устраиваем бесплатные поездки. Частенько мы приезжаем и в Верхнее Киево. У нас приезжал и представитель из Уфы, башкирский кочевник, и Юлай Гатауллин. Мы приезжали в лагерь Орленок. Там была определенная смена, в которой как раз такими участвовали. Были и стрельцы, и великодечественные. То есть мы тоже потихоньку посещаем вот эти моменты. А так, мы в любом случае будем рады, если сюда будут приезжать еще представители Зилишевского района. Потому что это интересно. Людям всегда хочется знать, как жили их предки. И как раз таки здесь вы все это можете увидеть вживую. Это интересно, это можно потрогать, да? К этому можно приобщиться, это можно одеть на себя. Об этом можно говорить. Все было очень практично в этом мире. Полное погружение. Да, мы каждый год устраиваем этот фестиваль. И поэтому, если на следующий год вы приедете, скорее всего, будет еще больше чего-то нового. Мы каждый год пытаемся приносить что-то новое, чтобы людям было нескучно приезжать. Потому что даже мы их уже узнаем. Я вот каждый год, несмотря на то, что где я нахожусь. Я сама, например, сейчас приехала из набережных Чулнов. Я каждый год сюда на фестиваль приезжаю. И приятно видеть то, что те же люди иногда приезжают, послушать вроде как ту же информацию. Но здесь очень интересно. Детям особенно интересно. Потому что здесь вы можете увидеть и пушки, и мушкеты. Великой Отечественной войны всегда показывают какую-то сценку из войны. То есть все это очень демонстрирует нашу историю. А как культура и история связаны, мне уже, вам кажется, рассказывать не надо. Это, естественно, очень играет роль в нашей современной жизни. Если дети будут понимать, как до этого жили люди. Вот кратко, что я могу сказать. Спасибо. Это очень здорово. Всем Ильичскому району привет. Как говорится, кого знаю. Приятного вас с вами видеть. Да, вот так вот. Сперва я учила, теперь меня сидят, учат. Такой обмен опытом. Да. Очень приятно, что у меня есть такая возможность. Спасибо. Спасибо.